Молодец, ура! Двухлетняя Мадина из Нурлата развита не по годам. Она уже умеет считать, рисует и с легкостью собирает пазлы. Но в отличие от своих сверстников, девочка не может ходить в детский сад. У нас у ребёнка злокачественная опухоль глаза. Такой диагноз разделил жизнь семьи на до и после. Ещё месяц назад ничего не предвещало беды. Ребёнок приболел острым ларингитом, затем началось косоглазие. Врачи посоветовали носить повязку и делать разминку для глаз, но состояние ухудшилось. Обследовали и тоже, как и в Казани, сказали, что опухоль очень большая и срочно надо удалить. Очень серьёзная опасность для жизни ребёнка. Десятки обследований в Казани, Москве, перенесённой курс химии. Если здесь, говорят, спасти жизнь можно лишь удалить в глаз, то в Швейцарии обещали помочь без радикальных мер, рассказывает мама. Для этого за две недели нужно собрать 2,5 миллиона рублей. Папа простой строитель, мама диспетчер службы спасения. Такая сумма им не посильна. Чудеса случаются. Неделю назад семья Каюмовых из Буинского района просила о помощи. Для операции Данису необходим был специальный откашливающий аппарат. После выхода сюжетов на эфир семья собрала 600 тысяч рублей. Алсу Каюмова благодарит всех, кто услышал, увидел и перевёл средства. После Нового года Данис едет на долгожданную операцию. Всем людям, которые услышали нашу мольбу, огромное спасибо. У нас есть шанс на жизнь. А это отделяя Изарска. Спасение её жизни стоит 900 тысяч рублей. Такую сумму семья Шафиковых собрала после нашего сюжета. И теперь в феврале отделю ждёт операция в Германии. Таких историй в нашей копилке десятки. И если каждый житель Казани скинет по 3 рубля, Челнинец по 5, а Нижний Камец по 8, то жизнь Мадинны Зариповой спасена. Ведь каждый из нас может стать творцом чужой судьбы и продлить жизнь. Алина Бережная, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Арск, Буинский район. Алина Бережная, Александр Лобанов.